Очереди точка нет. Молодые уральцы решили помочь жителям Екатеринбурга сэкономить время на стоянии в очередях. В качестве предложений такие площадки, как миграционная служба, почтовое отделение, а также любые магазины в час пик. Услугой уже успели воспользоваться молодые мамы и те, у кого загруженный рабочий график. Сюжет Анастасии Гороховой. Уже второй час эта девушка стоит в очереди на почту, но письмо ей отправлять не нужно. Ее работа выждать и приблизиться к окошку. Тогда-то и подойдет человек, который нуждается в услугах отделения. У нас есть клиент, который попросил занять за ним место в очереди. Где-то около трех он подойдет, и я должна к этому времени уже быть возле окна, чтобы он без проблем пришел и сразу все сделал. Тот, кто стоит в очереди, заранее звонит и предупреждает клиента, во сколько лучше приехать. Все зависит от количества людей. Когда заказчик приезжает, ему машут флажком и уступают место. В почтовых отделениях услуга очереди нет особо актуально. Человек по 30, если два окошка работают, это первое окошко, а если здесь, то там, на улице. Полная почта. То есть пройти здесь, в принципе, трешься друг в друга. Вообще очередь очень напрягает. Конечно, хотелось бы. Идея стоять в очереди за других пришла студентка Муральского федерального университета. Пока клиентов немного. В основном к их услугам прибегают женщины с маленькими детьми и те, кто не может выбраться с работы. Отстоять утомительную очередь девушки готовы в любом учреждении. В основном мы занимаем очереди в банке, на Почте России, УФМС, регистрационная палата. Мы можем стоять в очереди час, два, три на усмотрение клиента. И стоит это от 100 рублей до 500 рублей. 100 рублей заплатить придется за каждый час, а вот 500 – это уже без лимит. Ночью тариф удваивается. Обычно в темное время суток очереди занимают миграционную службу. Ольге Бондаренко срочно нужно было прописать родственника из-за границы в своей квартире. Но с работы уехать надолго женщина не могла. Поэтому и обратилась за помощью в очереди нет. В 6 часов они заняли очередь. Я приехала к 10 часам и через 5 минут я уже прошла 4 часа за меня стояли. Впрочем, пока желающих сэкономить чужое время только пятеро. Как они смогут отстоять очередь за всех нетерпеливых граждан, при этом параллельно учиться в университете, пока непонятно. Анастасия Горохова, Андрей Бородин. Информационная программа «День Екатеринбург».